6 утра работаю иногда до позднего вечера питаясь пытаясь все сделать кроме есть еще и немного приусадебного участка никак не удается навести порядок возле дома чем больше тружусь тем больше мне кажется беспорядка что не так со мной как эзотерически исправить ситуацию в библии сказано не поднимайте неподъемная если вы сами не справляетесь то часть оставьте и занимайтесь только тем что вам может быть по силам человеку нужно рассчитывать на свои силы так уж бывает у меня тоже были такие ситуации в жизни когда много-много работаешь а потом понимаешь что это все тебе просто неподъемно пришло время где-то сказать стоп а с другой стороны знаете у меня была ситуация когда-то я приехал как раз вот в краснокутск почему-то я там был харьковской области и был у своих знакомых дома и там одна из этих знакомых она говорит у нас бабушка живет вот в этом доме прям в краснокутске и андрей андреевич у нее вот хочу вам показать кт и она болеет и можете сказать вообще что там ее ожидает бабушки уже 89 или 98 ну что-то очень взрослая ее можно описать она прямо над землей ходила то есть она ну вот совсем больная такая при этом бабушка свиней держит при этом она курей держит на огороде она все время работает с утра до ночи и говорит ну хоть скажите потому что она не хочет не как врачам идти и так далее и вот показали мрт или кт уже не помню смотрю я на это все там метастазы в легких метастазы в поджелудочной железе или опухоль поджелудочной железы и так далее то есть очень очень плохое состояние говорю когда делали она говорит ну бабушка жаловалась болит животик и вот повезли его такое сделали врач сказал что лечить уже не нужно ну да лечить не нужно и принимать ей тоже ничего не нужно так вот по моему мнению я думал что бабушка в скором времени скорее всего и на несколько лет я там не появлялся через несколько лет у моего товарища была свадьба он пригласил туда я приехал к нему и к удивлению своему узнал эту бабушку которая на огороде вновь там ковырялась я говорю как ваши дела она у меня дела хорошо вот я говорю зачем вам так много всего она говорит я буду работать потому что надо внукам надо дочери все же они сами как же я их брошу представляете она живет ее мотивирует это к жизни потому что она живет для кого-то ее судьба для нее не играет никакого значения вы знаете иногда вот я думаю о том что а может быть действительно для человека очень важно жить для кого-то потому что когда мы теряем идею для кого мы живем когда мы вообще теряем цель то мы сами себе находим болезни и потом нас ничего не вдохновляет нам ничего не хочется когда-то я читал зол книгу золотова да наверно золотов точно точно леонид золотов по моему это еще в детстве это книга о войне и там он писал девятом батальоне там будем нам и так далее ну и и там у него было написано что а мы будучи ротой солдат никогда не болели и прошли весь фронт начиная от харькова и закончили берлином и прошли эти все там это 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 в красной армии и он там говорит что почему-то мы не болели но когда война закончилась то мы все начали болеть видимо наши и вот он там дает объяснение видимо нам было некогда на самом деле нет не то что никогда а когда человек живет у него очень очень монументальные такие жесткие решительные задачи жизни то этому человеку некогда болеть на войне не болеет именно поэтому я хочу сказать что одна наверное из разновидностей того что мы начинаем болеть это желание чтобы те близкие кто рядом с нами находится начали нас любите относиться может быть более трепетно или обращать на нас внимание и в тот момент когда мы не болеем вообще ничем это говорит о том что у нас очень правильно поставленные мета задачи что мы дерзко в бешенстве пытаемся вгрызаться в этой достигать этих задач нами поставлены ну наверное вам нужно одно из двух либо увеличить нагрузку либо махнуть рукой сказать раз нет для кого зачем я это все